Леша, собака красивая. О, пришел сюда газеты. Это я газет много приготовил. И теперь на растопку. Все берут отовсюду. Это мне грохотов давал генеральный директор Алтайской правды издательства. Вот так. Вот он сейчас пока временно здесь живет. Только что пришли с богослужения и сразу в огород. Вот закат солнца идет, коров пригнали. Сказали, завтра будет заморозок. Сегодня 24 сентября. Ну, быстрее домой в лагерный. Переоделись и сюда. Все. Во славу Божию. Давайте. Если нужно будет, Витя скажет, что он даст. Вон ребята тыкву собирают. Никита тыквы тащит там. Сейчас я подойду к ним. Володя. Нынче никогда я не занимаюсь этим. Уехали все в лагерь, а я еще остался. И тыкву насадил. Не картошку, а тыкву там, в городе. А батюшка говорит, там тыкву и все завалили. И в проходе везде не пройдешь. Вот плодородный Алтай. Вот сейчас иду, спотыкаюсь тут. Земля-то вот картошку копали. Сухая. И солнце. Вот еще раз покажу. Вообще удивительно. Тайна. Обыкновенная семечка. Ну, посади семечка любое. И вдруг сладость. Где? В земле была. А тут вода, воздух, земля. Больше ничего нету. Семечки тоже ничего нету. Арбуз огромный. Тыква также. О, солнышко показываю. Совсем уже касается горизонта. У нас тут рядом ложбина. Тут смородину можно садить. Надо было ванну большую взять, чтобы наложить и вдвоем тащить. Это может так легче было перетащить. А это у Диакона. Внизу четыре. Сейчас покажу тюка. Надо мне узнать, сколько тюк вмещает. Я потом как-то скажу. Вот какой. Раз, два, три, четыре, пять. Пять покрывал только покрывает. Так это еще не все. Еще сено, видно, прошлогоднее вон осталось. Вон она где. В батюшке сколько. И вот здесь. Просто показать. Внизу четыре тюка. Второй ряд два. И дальше один. Получается семь. Ну и вот под каждым покрывалом два. Семь. Умножить на два. Даже на три. Двадцать один. Двадцать один умножить. Раз. Два, три, четыре, пять. Двадцать один. Еще не вошло. На пять. Больше ста. И там пять. И там. Ну, короче, вот столько тюков. Еще, я думаю, с поля не все вывез. Через две тюрьки смотрится солнышко как. Я первый прибежал. А, аппарат-то переодевался, скинул и забыл. И Володя приехал еще мигом, тут недалеко. Смотался туда. Так. Вы сумеете перетаскать? Да. У нас много шинельной материи наверху. Надо снимать будет. Я две палатки военные принес. Привез тут. Да одна была. Это вот рядом видно с огорода. Наш пруд, озеро. Лагерный, где купаются. Вот тут. Видите, а какие купы деревьев, красота. Такой поздней осени не было еще. Не помнит никто. Нету. Напомню, на 16 сентября. Сегодня 24 престольный праздник 16-го. По снегу шли. Снег выпал. По снегу был крестный ход. Вот так. Такие дела. Вот сколько накидали. Матушка в тазик воду выплеснула на бугор глины. А осенью все упутано, укутано. У ней до 7, до 11 метров, кажется, плеть тянется. Арбузы. Семечки кто-то бросил, щелкал и остатки там бросил в тазик. Про такую землю говорят. Оглоблю посадить, и лего вырастет. Вот действительно. Вот тыква-то боится заморозка. Сейчас ее будут носить. Какие ручки. Значит, нужно брать, видимо, подвиг будете носить. Кладите пока в сенях. А которые нужно, можно в избу даже заходить, там положить. Они же чистые. В избе. А там в избе-то. Кошка где-то нашла дырку, вылезла, я ее оставлял. Все. Солнышко не видать. Уходит без туч. Значит, ветра не будет. И действительно может быть мороз. Все в божьей руке. Обычно мороз рано ударит. Все померзнет. А потом опять стоит. На нынче все успели убрать. У нас помидоры надо еще взять. Сколько там у нас? Не так и много. Где-то в лагерной, в келье. Вот он Никита берет. Представь, какая. Вот так. Ну иди, Володя, нанеси. Потом я тут буду собирать. Пойду, может быть. Давай, Никита, по рейсу сделайте, сходите, а потом придете. А я тут буду один себе отрывать их. А как так отломил этот ручку-то? Ну, получилось-то. А теперь что, подмышку только брать? Да. Ручки-то не ломайте. Видишь, что ручки отломаны. Бестолочь. А зачем вы ручки-то отламывали? Мы же не специально оттягиваем. Они еще не ответят. Супер безразличие ко всему. Такая ручка. Захватил ее за руку. Ну, отломил теперь. Подмышкой будешь носить. Вот сколько отломанных. Даже самое маленькое, оказывается. Нужно быть внимательным. А иначе ты же будешь и страдать от этого.